Добрый день, уважаемые члены комиссии и коллеги. Тема доклада «Инновационные технологии в производстве косметических средств». По оценке президента Владимира Владимировича Путина, основным направлением достижения лидерских позиций в экономике и социальном развитии в обеспечении безопасности страны является стратегия инновационного развития, опирающаяся на одно из наших главных конкурентных преимуществ – на реализацию человеческого потенциала, на наиболее эффективное применение знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, экономических результатов и жизни общества в целом. Впервые в истории СГМУ реализуется программа целевого финансирования научных разработок, среди которых выделено направление клеточной генной инженерии в области разработки безопасных и эффективных систем для внутриклеточной доставки биомолекул. Внедрение инноваций применительно к фармацевтическому рынку позволит поднять уровень удовлетворения спроса населения в высококачественных инновационных лекарственных средствах, которые отражают уровень инновационной активности фармацевтической отрасли. На современном этапе развития медицинской науки появляются все новые возможности для активного вмешательства в процессы жизнедеятельности организма человека. Именно с этой областью медицины связано создание диагностикумов и лекарственных препаратов нового поколения, а также конструирование высокоэффективных биосенсорных систем. Поистине революционным шагом к достижению целей, стоящих перед современной медициной, стало развитие нанотехнологий. Особое значение приобретает использование наночастиц золота в медицине, в том числе и для идентификации раковых клеток на раннем этапе косметологии и косметевтики. Наночастицы золота обладают уникальными химическими, физическими и оптическими свойствами. В последнее десятилетие в сравнении с предыдущими наблюдается более интенсивное использование золота в медицине. Наночастицы золота могут быть носителями либо переносчиками различных молекул. Таких как молекулы лекарств, больших биомолекул, белков, ДНК и РНК. Наночастицы золота используются для конъюгации с антибиотиками. Особое значение приобретает клиническое применение биодеградирующих материалов, обладающих свойством биодеструкции. Биоразлагаемые полимеры применяются в медицине, гидролизуются в организме при помощи различных ферментов. Положительные и отрицательные стороны нанокосметики. Наночастицы золота применяются и в разнообразных косметических продуктах, патчах, кремах, лосьонах, масках, дезодорантах. Основные свойства – это омоложение кожи, выравнивание тона лица, обогащение кожи кислородом, укрепление тургора и овала лица, улучшение пааж кожного покрова, стимулирует быстрое усвоение других веществ клетками кожи, нормализует объем активного кислорода. Также, помимо положительных, есть и отрицательные стороны. Это такие, как маленькие частицы могут быть высокореакционными, токсичными, клинические исследования не требуются, нет регуляции клинической безопасности, могут быть опасными для человека и окружающей среды. Учесть данные особенности и решить возникающие вопросы по внедрению и применению нанотехнологий призвано постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 октября 2007 года, номер 79, об утверждении концепции токсикологических исследований, методологии оценки риска, методов идентификации и количественного определения наноматериалов. В этом документе приведены основные рекомендации по проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы и государственной регистрации продукции, полученной с помощью, с использованием нанотехнологии или содержащей наноматериалы, и организации государственного санитарно-эпидемиологического надзора в организациях, использующих нанотехнологии и наноматериалы. Сделаны рекомендации по организации введения регистра наночастиц и наноматериалов в рамках федерального регистра потенциально опасных химических и биологических веществ, а также определены вспомогательные нормативные документы. Также в концепции представлено «Классификация и область применения наноматериалов», «Характеристика новых свойств и поведения наноматериалов в окружающей среде и биологических объектах», «Особенность оценки риска производства и использования наноматериалов», «Анализ сведений о безопасности производства и использования наноматериалов», «Порядок организации надзора и проведения токсикологических исследований наноматериалов». Также в связи с вышеперечисленным можно сделать следующие выводы. Выводы представлены на слайде, список литературы. Спасибо за внимание.